МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Александр Блатынин. Сегодня в нашем выпуске. Остеохондроз теперь у дел и молодых. Почему молодеют болезни? Проблемы не в нехватке парковочных мест для инвалидов, а в отсутствии совести. Кто ставит машины на специально отведенные места и почему нарушителей штраф не пугает? От моря до моря на велосипеде. Двое гродненцев проехали 1100 км за 9 дней. Счастливое пополнение. Питомцы гродненского зоопарка отметили новоселье. Пожилые пациенты под кабинетом у невролога это уже в прошлом. Теперь остеохондроз, дистония и прочие сосудистые заболевания, к сожалению, у дел молодых. А аншлаг в неврологических отделениях норма жизни. Почему молодеют болезни и как предупредить сложные диагнозы в нашем следующем репортаже. Шесть лет в мединституте. Долгожданный диплом и распределение в Скидель, где молодой специалист Инна Панина оказалась единственным неврологом на весь город. Ежедневно огромные очереди из больных. 90 пациентов вместо положенных 30. Одним словом, удивить объемом работы молодого невролога сложно. А вот к тому, что лечить приходится фактически ровесников, Инна привыкала долго. Причина в том, что болезни неврологического профиля, некогда мучившие исключительно пациентов пенсионного возраста, теперь помолодели вдвое. Пациенты обращаются самые разные. Это бывают и даже и молодые пациенты. Часто бывают и 20-летние, 30-летние пациенты. Пациенты приходят с болями в пояснице, с болями в шейном отделе. Различные проявления неврологические остеохондроза позвоночника. Неврологическое проявление остеохондроза, сосудистое заболевание головного мозга, нарушение вестибулярной функции. Все эти диагнозы теперь прописались и в карточках молодых, работоспособных мужчин. Они, кстати, с жалобами чаще обращаются к неврологу. Леонид в недавнем прошлом преподаватель. Физическим трудом занимался от случая к случаю, по хозяйству. И каково было его удивление, когда регулярные боли в спине оказались предвестником серьёзного заболевания, характерного для пенсионеров в силу возраста, либо для тех, кто регулярно поднимает тяжести. Периодически так возникает. При небольшой нагрузке физической или при резких движениях появляются боли внизу спины, нижней части позвоночника. В результате неутешительный диагноз и направление в больницу. Здесь, наряду с медикаментозным лечением, проходит ряд современных терапевтических процедур. Ежедневно вытяжка позвоночника и иглотерапия. Кстати, последняя методика, хотя и имеет за плечами 5000 лет, у нас по-прежнему считается нетрадиционной. Хотя боль снимает не хуже таблеток. Древний метод рефлексотерапии позволяет уменьшить болевые проявления, снять какие-то спастические, тонические проявления. И улучшить на фоне комплексного лечения фармакологическое, физиотерапевтическое позволяет достичь более выраженного, скажем так, лечебного эффекта. И все же, как известно, болезнь – это следствие. И в омоложении неврологических диагнозов, наряду с новыми методиками лечения, нужно искать и причину. Это связано с нашим образом жизни, с тем, что на сегодняшний день мы все меньше занимаемся лечебной физкультурой, ведем менее подвижный образ жизни. Вот все больше ездят на транспорте, на личных автомобилях и меньше уделяют именно внимания проблемам позвоночника. Медикаменты, комплексная терапия и нетрадиционные подходы в лечении все же позволяют поставить на ноги пациентов неврологического отделения. Только вот помнить надо главное – болезни легче предупредить, нежели лечить. Ульяна Шубко, Елена Молчанова, Юрий Дубовик. Новости Гродно+. Пандусы, специальные лифты, звуковые светофоры для того, чтобы человек с ограниченными возможностями чувствовал себя полноценным, сегодня делается немало. И все же создать условия и дать возможность ими пользоваться – это, как показывает практика, разные вещи. Рейд по парковкам для инвалидов – красноречивое тому подтверждение. В большинстве таких мест стояли автомобили без соответствующих обозначений. О противостоянии людей с ограниченными возможностями и людей с ограниченной совестью в репортаже Лены Молчановой. Пройти 20 метров от парковочного места до крыльца магазина для здорового человека труда не составит. Чего не скажешь об инвалидах, чьи диагнозы порой не вмещаются в медицинские карты. Они сегодня занимают активную жизненную позицию, работают, посещают культурные мероприятия, делают ежедневные покупки в магазинах. Однако трудности на пути людей, которые каждый день переживают с болью, встречаются постоянно. В Гродно проблема с парковочными местами для инвалидов существует не первый год. Их количество увеличивается. Только вот занять положенное по закону место для автомобиля – это большая удача. Ведь по большей части там успевают припарковаться те, для кого пройти лишние метры не в тягость, а просто лень. Человек не понимает, когда задаешь вопрос, почему ты здесь стал, начинает еще грубить, оскорблять, потому что он считает, что он прав. Не твое, мол, дело. Хотелось бы еще раз сказать водителям, чтобы все-таки по-человече понимали вот эти вопросы, что не всегда человек, который передвигается с трудом, вот где-то выйти так, как здоровый человек. Чтобы не занимали вот эти места и вели себя, как подобает, как вот того требует правило сегодня. А правила не только требуют не занимать парковочные места для инвалидов, но и регламентируют наказание, принудительная эвакуация и штраф. Правда, перед тем, как приступить к транспортировке автомобиля на штрафстоянку, есть определенный алгоритм действий, который позволяет убедиться в том, что водитель нарушил не только законы морали, но и правила парковки. Если отсутствует наклейка, ручного управления не имеется, тогда, если невозможно установить водителя на месте, производится принудительная эвакуация транспортного средства. Ответственность наступает по статье 18.22, часть 2. Штраф в размере двух базовых величий. Откровенно говоря, для того, чтобы разбудить совесть, штраф довольно скромный. Именно потому те, у кого машина есть, а вот элементарных понятий о морали нет и паркуются на местах для инвалидов. Оправдания своим диапазоном впечатляют. Встречаются случаи «я не я» и «машина не моя». А уже через минуту, сев за руль, водитель лихо уезжает с парковочного места для инвалидов. И, пожалуй, самое популярное «да я только на минутку». И все же сдвиги в этом вопросе есть. У нас, конечно, в городе наметилась положительная тенденция, однако еще есть над чем работать, потому что зачастую водители нарушают элементарные правила дорожного движения, правила этики и морали, занимая парковочные места, предусмотренные для транспортных средств инвалидов. Сегодня в Гродно оборудовано более полусотни парковочных мест для инвалидов. Вблизи поликлиник, магазинов и школ. Ежегодно их число растет, и, в принципе, проблемы с нехваткой парковок фактически нет. Есть проблемы с совестью. Только вот решить их штрафами и рейдами пока не удается. Лена Молчанова, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. Как лучше всего провести отпуск? Гродненцы Андрей Кукс и Руслан Новицкий проехали 1100 километров на велосипеде за 9 дней. Их маршрут начался в столице Азербайджана Баку, а закончился на берегу Черного моря в грузинском Батуми. В чем плюсы и минусы такого велопутешествия, и куда еще планируют отправиться гродненские авантюристы, смотрите в нашем следующем сюжете. На высоте 1800 метров над уровнем моря мы форсируем бурную реку. Солнце на спицах, синева над головой. Они провели свой отпуск, как в советской песне. С той лишь разницей, что романтика путешествий сопровождалась и тяготами кочевой жизни. Гродненцы Андрей Кукса и Руслан Новицкий не просто сами согласились на такой отдых. Заранее готовились к такой поездке. Велосипед, набор туриста и вперед через Азербайджан и Грузию. Говорят, такой шаг хоть и был обдуманным, но всех нюансов учесть не смогли. «Сложности заключались, наверное, в первую очередь в том, что мы по большому счету даже не знали, где мы будем ночевать, особенно в первые два дня. Поэтому нам было очень, ну, даже боязно первое время, потому что мы ехали в неизвестность». Первый опыт таких велопутешествий друзья опробовали два года назад, во время отдыха на Нарыче. В прошлом году Андрей и Руслан уже исколесили всю Прибалтику, но, признаются, не хватило солнца и теплого моря. «Велодвижение в Беларуси по сравнению с велодвижением в том же Европе очень сильно различается и, наверное, отстает все-таки. Но ничего, Грузия и Азербайджан показали, что в Беларуси велодвижение есть, в отличие от тех стран. Потому что, как нам показалось, велодвижение на Кавказе представлено исключительно иностранцами, которые, условно говоря, ставят для себя многие грандиозные цели и, стартуя где-то в Европе, в Барселоне или в Бельгии, едут через всю Европу, через Азию». После своего велопутешествия Андрей и Руслан не перестают принимать поздравления. Знакомые, друзья и коллеги все хотят узнать, как прошел их необычный отпуск. Поддержать начинание гродненских велопутешественников решили и в профсоюзном комитете. «Конечно, профсоюзный лидер, ну это действительно должен быть лидером во всем. И в работе, и в своих увлечениях. А когда у профсоюзного лидера такое увлечение, как здоровый образ жизни, ну это вообще просто замечательно. Как встреча коллектив нашего Андрея, как готовы последовать его примеру. И в наших планах организация таких велосипедных туров». 1100 километров за 9 дней – таков рекорд Андрея Куксы и Руслана Новицкого. И пусть до следующего отпуска еще целый год, но они точно знают, что проведут его на велосипедах и в какой-нибудь интересной стране. Полина Ларина, Яна Мельниченко, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Фестиваль «Саксофониана» пройдет в Гродно в четвертый раз. Если саксофон обычно представляется в джазовом амплуа, то теперь звуки духового инструмента соединятся с симфоническим оркестром. Мелодии Баха, Моцарта, латиноамериканских и советских композиторов сыграют учащиеся гродненских и минских музыкальных учреждений образования. Ритмы для души можно услышать 30 ноября в Гродненском государственном колледже искусств. Нельзя сказать, что она будет такая сугубо классическая в каких-то строгих традициях, потому что саксофон в принципе является инструментом нетрадиционно классическим, поэтому даже с симфоническим оркестром он будет все равно звучать современно, будет звучать с легким налетом эстрады, вот, и все мелодии очень ритмичные, динамичные. В течение всего года в Гродненском зоопарке то и дело встречают новых жителей. Сначала появился всеми любимый лапундер Оскар, в апреле родились тигрята, а позже еще и кенгуренок. В конце года тоже решили не уходить от традиции, отмечать новоселье для маленьких животных. Сразу несколько новых обитателей появилось в самом старом зоопарке страны. Подробнее в следующем сюжете. Пара восточных колобусов – новые жители Гродненского зоопарка. Эти животные не так давно приехали сюда из Калининграда. В отличие от собратьев, колобусы предпочитают жить на высоте, в кронах деревьев, и только изредка спускаются вниз к водоемам. Аватар и олива – так зовут обезьянок. По своей природе – вегетарианцы. От мясной пищи даже теряют сознание. В Гродной их любимым угощением стал вареный картофель. Пара восточных колобусов – не единственная, кто стал новоселом в зоопарке. Мы привезли таких сов тоже из Калининграда, как сипухи. Это совы очень интересные, они красивые, но, к сожалению, у них есть одна особенность. Они несут на себе очень серьёзный заряд мистики. То есть это мистические животные, сейчас они содержатся на попугайнике. Они сумеречные, поэтому днём их сейчас, особенно в тепле, увидеть практически невозможно. Пополнились ряды обитателей и в террариуме – пауки-птицееды, палочники, скорпионы и другие. Всего же здесь проживает порядка 15 видов беспозвоночных. Рядом с ними соседствуют два десятка видов змей. Зимой, как и всем живущим существам, рептилиям не хватает солнечного света. И сейчас их любимое занятие – мирно отдыхать под светом ламп. Также мы решили ещё сделать и выставку, на которой будет представлено уже порядка 30-40 видов беспозвоночных. Там будут палочники, бабочки, сухопутные водные улитки, пауки-птицееды, скорпион, саранча, тараканы, сверчки и многие другие. Впервые в жизни встречают зиму амурские тигрята Хельга и Губерт. Им на днях исполнится 8 месяцев. Малыши уже умеют самостоятельно есть мясо. Правда, иногда мама тайга ещё подкармливает своих малышей молоком. Мы тоже через международную программу восстановления численности амурского тигра пытаемся найти для них новых хозяев. И вполне возможно, скоро они тоже переедут на новое место жительства. Но это даст и откроет возможность опять же размножаться снова и снова и радовать нас новыми тигрятами. Порадовала потомством и пара альпак. В августе у них родилась девочка. Они переехали в Гродненский зоопарк прошлой весной из Чехии. Пока они живут все вместе. Но совсем скоро детёныш семейства южноамериканских верблюдов переедет в новый дом. К слову, уже весной, говорят в зоопарке, многие животные снова станут родителями. Юлия Балтрукани с Яной Мельниченко и Сергей Печерица. Новости Гродно+. То, что зима уже вступила в свои права, сегодняшний снегопад показал в полной мере. А значит, самое время готовиться к новогодним праздникам. Самым зрелищным, а потому и ожидаемым станет по традиции шествие Дедов Морозов. Этот парад сказочных героев пройдет в Гродно 16 декабря. При этом поучаствовать в параде может любой желающий. И все, что для этого нужно – пунктуальность, сбор на площади Советской в 17.00, костюм Деда Мороза или Снегурочки и хорошее настроение. А сюрпризы гарантируют организаторы мероприятия. В этом году у нас подтвердили участие в шествии «Ходулисты» в новогодних театрализованных костюмах. Также будут сигвеи, велосипеды, украшенные различными светящимися атрибутами. И вообще мы всех участников просим о том, чтобы на шествия не приходили со светящимися атрибутами. Таленты, фонарики, чтобы сделать наше шествие как можно более красочным и ярким. Не раскрывают интриги по поводу транспорта главного Деда Мороза. Он уже приезжал к зажжению елки на раритетных автомобилях, на современных джипах и на упряжке. Чем удивит в этот раз еще один сюрприз арт-организаторов. Однако известно точно, мешок с подарками обязательно будет. В этом году мы устраиваем впервые благотворительную акцию «Мешок Деда Мороза». Все подарки, игрушки, сюрпризы сладкие будут отправляться деткам из многодетных малымущих семей. Это делаем мы впервые в этом году. И надеемся, что это станет хорошей традицией для последующих лет. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-33-04. Напоминаем, что программы телеканала «Гродно Плюс» теперь доступны и абонентам пакета «Зала». Мы работаем на 112-м канале. Я с вами прощаюсь. Приятного отдыха с «Гродно Плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова